Ольга Варламова стала первой, кому пришел в гости депутат Московской областной думы Владимир Жук. Оля с рождения имеет диагноз ДЦП. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, девушка ведет активный образ жизни. Принимает участие в различных творческих, спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Регулярно в большой компании с местными депутатами, с руководством общества инвалидов. Вместе приходим, разговариваем, смотрим, какое настроение интересуемся у людей. Приходим не с пустыми руками, продукты, я думаю, всем пригодятся. Но самое главное для людей – внимание. И видим, что это находит отлик, позитив, и у людей появляется хорошее настроение. Каждый, к кому пришел депутат, воспользовался возможностью рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мама Анастасии Моисеевой пожаловалась на то, что в их подъезде отсутствует пандус. Нам необходимо здесь пандус поставить. Было бы очень хорошо, потому что мы ждем жилье новое. И мы здесь пока время пробываем, нужно нам как-то выходить на улицу. Такая просьба была, но она, конечно, не быстро решается. Это надо будет поговорить с управляющей компанией, найти тех, кто сможет эту работу сделать и профинансировать ее. Конечно, я тоже поучаствую. Думаю, вопрос мы тоже решим, поскольку их достаточно много, и во многих домах мы уже пандусы такие поставили. Также Владимир Жук вручил продуктовый набор и поздравил с праздниками инвалида-колясочника Валерия Бачманова. Несмотря на то, что он колясочник без обеих ног, он с нами театры, поездки, экскурсии с удовольствием всегда посещает, всегда ездит, очень активный. Председатель Ленинской организации общества инвалидов Наталья Рящина отметила, что такие встречи регулярно проходят в нашем городе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.